Итак, рассаживаем ель в голубую трехлетку сеньцы, для дальнейшего доращивания. Сегодня мы будем выкапывать и рассаживать ель трехлетнюю. Как ее надо рассадить, узнаете в этом видео. И так, вот у нас елочка трехлетняя, сначала могу познакомить вас с ней. Выкапывать она легко, просто. Вот если видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть? Да, шесть почек, из которых пойдут побеги. Побеги минимум по пять сантиметров. Минимум, но я надеюсь побольше они пойдут, конечно, минимум 10 сантиметров. Вот так она выкапывается. Она хоть и маленькая, но обратите внимание опять сколько здесь почек. Здесь, к примеру, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять побегов. И может я ошибся даже. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. И так, и здесь также. Это у нас только образовалось время после отправки, после отправки заказов. Я извиняюсь за долгий не выход видео. Мы также будем снимать, как пересадить тую, как рассадить ее. Все это будем снимать, но единственное сейчас главное ель. Потому что если ему как видно вот здесь вот даже, да, она начинает уже бить почку и ее ему нужно как можно быстрее посадить. Эта ель сажалась двухлеткой. На посадку двухлеткой у меня есть видео, можете ознакомиться. Скорее всего она будет будет в описании. Ну вот если вы можете видеть, как она тут рассажена, да, тут буквально два-три сантиметра друг от друга. Эта двухлетка так рассаживает. Теперь мы берем трехлетку и рассаживаем на более крупное расстояние. Корневая вот видите какая у меня. Вот. Вот корневая шейка. Ну мы сажать будем так где-то. Потом водой все примнется и все. Здесь опять же видите пять-шесть-шесть почек. Шесть почек, то есть четырехлетка будет прекрасная к осени. Да, именно она будет считаться по летам. Потому что по летам считается елка. Ну пока хватит. Пойдемте сажать. Ну здесь я уже начал чуть-чуть. Вот берем, скапываем. Земля тут и камушки есть, и тернозем, и песок я сюда добавлял, и хвойный опад. Я не стал сильно уделять этому внимания, потому что знаю, что земля прекрасна. То есть для елки само то. Сажаем теперь примерно сантиметров десять. Я не буду мерить сейчас досконально это все. Но вы видите, расстояние примерно друг от друга. И сюда, и туда. Потому что эти побеги пойдут, вот эти пойдут, вот эти и отсюда пойдут. Сейчас я рядок посажу. Это трехлетка, еще раз говорю. Ровно три года назад я ее посеял в свой теневик. Два года назад она там пробыла. И вот сейчас она, два года назад, в прошлом году я рассадил ее, ей было два года. И сейчас уже трехлеткой я рассаживаю, чтобы она была четырехлеткой. На более большее расстояние. Ель можно пересаживать каждый год. От этого тока больше нарастает корневая система. Ну, в принципе, здесь земля, здесь росла тоже трехлетка. Выкопали, в другое место рассадили. А здесь, если раньше в эту грядку входило около полторы тысячи сеянцев, двух лет, то сейчас это займет где-то около 500-600. И такой рассадки. А если уже для пятилетнего ложится, там другой, конечно, идет вариант. Земля, как видите, простая, еще раз повторяю. Здесь у меня стояла грузовая машина. Здесь выливался и масло, и все, и аккумуляторы у меня лопались. Ну, это было лет пять назад, конечно. Ну, вру, вот это семь. То есть, земля довольно хорошая. Ель сажаю я тут уже второй год на этой земле. Вот это будет третий год. Поэтому, я уверен, в этой земле ничего страшного нету. Не надо приготовлять каких-то особых смесей. Здесь просто все будет проливаться очень хорошо. Потом заливаться корневином, а потом сверху опад будет для поддержки. Опять же притенение, как можете видеть, вверху у нас полностью все притенено. Полностью все. 50 процентов притенения, сетка. Так мы ее держим до следующей осени. Ну, даже до весны. А потом рассаживаем еще на более крупное расстояние. Если же и я, она не продастся. Ну, такая елочка обычно уходит очень быстро. Четырехлетка, особенно, трехлетка и четырехлетка самые такие позиции, которые очень востребованы. С двухлеткой, конечно, повозиться надо будет. Хотя у меня двухлетка вся приживается очень хорошо. Конечно, у людей будет вопрос, вот эта большая трехлетка, а те маленькие, что это, типа трехлетки. Да, трехлетки. Но вы же видели, как я выкапывал. Ну, да. Из одной грядки. Там рассаживалась вся двухлетка. Постоянные эти вопросы. Я просто один человек такой, другой так. Вот трехлетка тоже. Ну, да. Какая она будет четырехлетка? И не факт, что вот эта вот будет выше, чем вот эта. Это может обогнать эту. Все зависит от, как будет падать солнце, все может быть. Ну, вот, в принципе, и все. Итак, пойдем, пойдем, пойдем. И, я надеюсь, сегодня эту грядочку закончим. Завтра надо будет другое. Вот здесь примятая снегом, например, она кривая. Да, вот. Вы ее чуть-чуть подровняли. Вот так подержали. И она уже ровнее стала. Но потом в процессе роста, когда будете полоть, когда будете проливать, каждый раз вот так подгибайте, вот тоже. Она выровняется и со временем она приобретет свою форму довольно хорошую. Вот посадили трехлетку и обязательно же нужен полить. Посадили нотки, поливайте нотки. После того, как посадили, обязательно полить. И не просто смотить землю. А прям над каждой вот такой душик устроится. Чтобы вода прям стояла, чтобы до корней все пропитало. на этом все, уважаемые друзья. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok